Здравствуйте, это программа «Слово веры». И здесь мы говорим об исторических событиях, праздниках и интересных людях в мире православия. Книжный фестиваль «Простые истины» прошел в парке имени Муравьева-Амурского в Хабаровске. Православную литературу представили городские библиотеки и храмы. Посетители смогли познакомиться с различными книгами о жизни святых, художественной литературой, философией, публицистикой и историей. Также на форуме прошли автограф-сессии с хабаровскими писателями. Плоды своего творчества на книжном фестивале «Простые истины» представляет детский писатель Елена Неменко. Одна из последних работ – книга «Тишка и рыж». Эта история не просто детская сказка про тигрёгка и медвежонка, а большая история о жизни Хабаровского края, о его природе, становлении и жителях. По словам писателя, работа над книгой, в общем, заняла около пяти лет. Однако каждый месяц Елена публиковала по одной главе в местном детском журнале. Пока книжки вышли, дети уже заранее познакомились с этими героями и очень их полюбили. Когда я прихожу в школу, мне уже не говорят, Елена Викторовна пришла, а говорят, «Тишка и рыж пришёл, Тишка и рыж пришёл». Книжную аллею через книгу «К добру и свету» представила Дальневосточная научная библиотека. Это книги о христианских святынях и православной жизни. Отдельный стенд посвящен православию на Дальнем Востоке и, в частности, миссионерской деятельности. Среди известных личностей генерал-губернатор Николай Муравьёв-Амурский, святитель Николай Японский, а также святитель Иннокентий Вениаминов. На выставке можно было увидеть его записки, документы и словарь, собрание сочинений в семи томах. Его служение Богу, его служение Отечеству переоценить трудно, потому что он был не только служитель Божий, но он был ещё и учёным, он был просвидителем, он этнографом, то есть человек разносторонний. Традиционную выставку «Простые истины» организовала Хабаровская епархия совместно с Министерством культуры края, Дальневосточной научной библиотекой и Краевым парком имени Муравьёва-Амурского. В ней приняли участие хабаровские писатели и несколько учреждений, в их числе Библиотека для слепых, Детская библиотека имени Наволочкина, Хабаровская епархия. Они представили широкий выбор православной литературы для взрослых и детей, творение святых отцов в церкви, художественную литературу, философию, публицистику, историю и жития святых. Самые лучшие примеры, которые нас возвышают, и мы в этой жизни должны ориентироваться. Например, читая жития святых, это для нас как исполненное Евангелие в жизни человека. И поэтому мы, читая жизнь святых, свою жизнь можем подтянуть, хотя бы подражая немного им. В рамках книжного форума состоялись творческие встречи, мастер-классы и тематические площадки. Также для гостей мероприятия были организованы автограф-сессии с хабаровскими писателями. Все желающие смогли познакомиться с их творчеством и узнать о литературе хабаровского края. Память чудотворца Сергия Радонежского православные верующие отмечают 8 октября. Он по праву является одним из самых чтимых преподобных иноков со времен Древней Руси и до нынешних дней. Сергий Радонежский основатель нескольких обителей, среди которых наибольшую известность приобрела Троицы Сергиева Лавра. Жил в XIV веке величайший подвижник земли русской, преобразователь монашества в Северной Руси, сделавший необычайно много великих дел на благо русской церкви и государства. Святой чудотворец, преподобный Сергий Радонежский. В детстве юный Варфоломей, таково было его имя в миру, всей душой жаждал учения, но грамота все никак ему не давалась. Скорбя об этом, отрок днем и ночью молил Господа, чтоб открыл он ему дверь книжного разумения. И однажды встретил мальчик старца, которому вдруг открыл всю свою душу и поведал о своем горе. Посочувствовав, старец стал молиться о его просвещении и благословил мальца. И действительно, благодать Божья сошла на Варфоломея, и стал он легко осваивать книжную мудрость. После этого в нем еще больше окрепло желание посвятить всю свою жизнь Богу. Чем старше становился Варфоломея, тем все сильнее ему хотелось уединиться по примеру древних подвижников. Но любовь к родителям удерживала его в семье, и родители благословили своего горячо любимого сына на служение Господу. Похоронив родителей, он осуществил свою заветную мечту, поселившись вместе с братом своим в глубоком лесу за Радонежем. Вместе своими руками построили они келью и малую церковь в честь Святой Троицы, и наречен был Варфоломей в монашестве с Сергием. Но брат вскоре оставил его, не выдержав строгости лесного монашества. И Сергий долгое время жил один, борясь со многими искушениями, что одолевали его. Благотерпение и молитва помогли молодому подвижнику преодолеть все трудности и дьявольские напасти. Со временем прознали люди об отшельнике Сергии, и нашлись такие, которые захотели жить и спасать души свои под его руководством. И стала обитель расти, все строили сами, пропитание добывали сами. И было положено на Руси начало пустоножительному монашеству. В трудах и подвигах преподобный всегда шел первым, а братья следовало за ним, беря с него пример строжайшего воздержания, глубочайшего смирения и непоколебимого упования на помощь Божью. Слухи о таком великом подвижнике и его обители дошли до самого Константинополя. Патриарх Филофей прислал преподобному Сергию свое благословение и грамоту, в которой были утверждены новые порядки пустынного общежития, заведенное основателем Свято-Троицкой обители. Тесные узы духовной дружбы связывали преподобного Сергия и с митрополитом Алексием. Святитель даже просил старца принять после него русскую митрополию, но святой Сергий смиренно отказался от столь высокой почести, по-прежнему желая только иноческого смирения. Великий князь Дмитрий Донской чтил преподобного Сергия как отца родного. Перед решающим сражением с татарским ханом Мамаем просил он святого старца благословения на победу для русского войска. И сказал ему Сергий, иди, иди смело, князь, и надейся на помощь Божью. Додал ему в помощь двух монахов-схимников, благословив их на победу. И разгромлено было татаро-монгольское войско на Куликовом поле. А преподобный Сергий свершал еще многие другие чудеса, исцеляя, воскрешая, да утоляя боль душевную всем приходящим, коих было ой как немало. Удостаивался он и великих откровений. Одно из них – дивное явление Матери Божьей с апостолами Петром и Иоанном. Благословила его Богородица и пообещала блаженному угоднику Божьему всегда покровительствовать его обители. Основал преподобный Сергий множество монастырей, как и было ему когда-то предсказано в видении огромной стаи птиц. Так умножится стадо учеников его. И воистину случилось так. И были дивные и так поучительны его последние слова. Внимайте себе, братья, прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную. 18 июля. День памяти преподобного Сергия Радонежского. Все мы часто слышим о том, что чтение полезно. Но в чем именно заключается эта польза и какую литературу лучше читать, нам расскажет гость нашей программы. У нас в студии диакон Дионисий Выпов, клирик храма преподобного Серафима Саровского. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, телезрители. Скажите, вот некоторые люди зачастую вообще хотят почитать хорошую такую духовную литературу. Что бы Вы посоветовали почитать этим людям? Ну вот и опытным, может быть, чтецам тоже. Ну вот если человек новоначальный, я бы посоветовал им почитать «Житие святых». Причем, наверное, «Житие святых» ближе к его времени. Ну то есть это святые 20 века. Мой собственный путь так начинался. Я приобрел книжку Дмитрия Орехова «Русские святые 20 века». Это Иоанне Кронштадтском, Патриархии Тихони, преподобного Силуане Афонском, Матроне Московском. Ну то есть имена, которые, в принципе, на слуху уже у наших людей. И начал ее читать. И вот постепенно через вот это вот, через «Житие святых», почему они такие, а я такой, а как они жили, а как я живу, вот, мне захотелось измениться. И тут, наверное, важно, чтобы наше чтение имело какое-то продолжение. То есть ты взял книжку, прочитал, отложил. Если жизнь изменилась, как бы это не духовная литература, и ты прочитал, наверное, зря. А вот если ты прочитал и начал действовать, то есть пошел в храм, вот, там, что-то тебя заинтересовало, узнал о таинствах церкви, узнал, что вообще есть церковь, да, тогда это будет духовная литература, она поможет тебе измениться. Ну, можно такую аналогию привести. Вот мы с вами можем смотреть на икону и любоваться, как бы, красками, художественным каким-то замыслом, да. А вообще она призвана молиться. Ну, так вот с литературой может получиться, что и прочитаешь, и не начнешь действовать, ну, как бы это будет просто, наверное, пустая трата времени. А опытным, вот, тем, кто уже читал, «Житие святые». Вот опытным, он такая вещь, как бы, он должен всегда поддерживать. У нас вера такая, что если, например, ты говоришь, что веришь, при этом, ну, как бы, не живешь по вере, она теряется, как бы. Так вот опытным я бы посоветовал, наверное, чтение посланий, толкований на послания апостолов, то есть как жила церковь, да, как она создавалась, какие проблемы существовали в ней, потому что, ну, зачастую мы наиболее часто слышим Евангелие, вот. И для нас, как бы, вот есть Евангелие, есть Христос, а есть церковь, и как-то церковь, мы мало времени ей уделяем. Поэтому я бы посоветовал историю церкви почитать, почитать, как она становилась, толкования на апостольские послания, то, что мы слышим на божественных литургиях, но мало их понимаем. То есть эта проблема, в принципе, существует. Скажите, что общее, какая сейчас у нас современная есть православная литература, да, что, какие новинки, может быть, расскажите, есть? Спасибо за вопрос. Вот новинки, они всегда есть, как бы, уже, если, например, в советское время было сложно достать книжку, там, репритное какое-то издание, там, еще какая-то переписанная рукописка, скажи. Даже мне доводилось вот такие издания, когда только приходил, пришел в храм видеть. То есть сейчас, как бы, много издательств, много книг, и вопрос даже, можно потеряться, что же выбрать, да? И вот я вот выбрал несколько книжек, как бы, вот их представлю. Первая книжка, это вот вышло в этом году, «Псалтырь. Книга о жизни». Чем она интересна? Книга «Псалтырь» полностью вошла в наше богослужение, она входит и в наши молитвы. И чтобы наша молитва стала глубже и нам понятнее, чтобы богослужение для нас было, как бы, мы входили в него, понимали его, да, жили им, да. То есть, ну, вникать в эти псалмы, как бы, здесь очень интересно, потому что обычно мы знаем только покаянный псалм, 50-е, 90-е живы в помощи, но остальные, как бы, от нас ускользают. Вот, а здесь, как бы, есть возможность углубиться. Ну, это, фактически, книга о молитве. Те, кто хочет учиться молиться, вот «Псалтырь» как раз подойдет. Вторая книжка – это как раз для начальных «Смысл крестьянской веры». То есть, автор интересный, да, то есть, Александр Бумеров, как бы, ему часто задают вопросы, как бы, в книжке о том, что, ну, то есть, ответы на вопросы. А сейчас он собрал такую книжку «Смысл крестьянской жизни», где он раскрывает символ веры, во что мы вообще верим, да. То есть, как бы, когда человек крестится, он должен выучить символ веры. Ну, и порой мы его выучиваем, но не знаем, что он значит. А здесь, как бы, по шагам проходит символ веры и, как бы, смысл нашей христианской жизни. Следующая книжка интересная, может, она как раз подойдет для людей, которые давно уже находятся в храме. Расмышленная книга Ио. То есть, мы все слышали о таком праведнике Ио, и многих он пугает его жизнь. У нас такое мнение сложилось, что если праведник, то жить должен благополучно. Ну, как бы, такое обычное, да. То есть, вот он живет правильно, как бы, такое ветхозаветное понимание. То есть, и вот, до сих пор оно осталось. То есть, человек выполняет все заповеди, живет, как бы, поэтично, там, да, по отношению к другим, к себе, к семья у него там есть, да. Но что-то с ним случается, как бы, а почему, да, значит, это вопрос. Вот в такие моменты, как бы, нам будет полезно размышлять от книги Ио. И здесь вот тоже, видите, как бы, автор «Сын и отец», вот, Ашки Мадрид Ио Гумеров, да, издал такую книжку, тоже она недавно вышла, для современного человека. То есть, история книги Ио, какие основные мысли, и почему нам эта книга полезна, да, почему праведник страдает. У нас вот вопрос всегда мощный, как Федор Михайлович Достоевского, почему слезинка, где Бог в это время, когда ребенок плачет, да. То есть, это такие вот вопросы, они, как бы, человека рано или поздно достигают, да. И, как бы, нам, чтобы быть готовым к этим вопросам, вот книга Ио дает ответы. И еще одна книжечка последняя, «Как аскетика помогает нам в повседневной жизни», тоже очень интересно. Мы в церкви знаем Евангелие, знаем Таинство, ну, как-то вот имеем о них понятие, да, что такое аскетика для нас иногда, да, потому что это для монахов, там, наверное, там, которые в пустынях живут, там, или скитаются. А аскетика, на самом деле, это такой вот ремешок, который нас привязывает к действительности. Детям, подросткам, вот что читать лучше? Тоже, наверное, начинать с каких-то вот детских Евангелий, да, есть живут? Вот не знаю, тут, как бы, такой вопрос непростой, смотря какой ребенок, да, то есть вообще... Проблема в том, что у нас дети сейчас быстро взрослеют, как бы, и они, как бы, детство у них очень короткое, вот. И поэтому важно, чтобы человек, ребенок в детстве читал. Меня всегда интересовал вопрос, почему у нас любимый персонаж, вот, «Спокойной ночи, малыша», да и вообще в книжках поросенок. Вот, «Степашка», там, да, там, поросенок-плюх, там, изюмка из книжек, вот. А потому что вот они вот какие-то, вначале какие-то не такие, а потом они меняются, вот. То есть там тот же Хрюша там что-то натворит, а потом там, да, вот, я виноват, я при своей исправлюсь, да, то есть тоже поросенок-плюх, там, то же самое. Ну, все они поросенок-плюх, там, все такие, вот. Вот, и, конечно, вот, вот, ребенку важно научить, что такое добро, что такое зло, что такое плохо, что такое хорошо. Вот это важно для ребенка. А потом на это уже, а как вот укрепиться в этом, да, тогда войдет уже Евангелие какие-то. Можно какие-то истории приводить, может быть, да, то есть для начала, вот, как бы. Потому что нужно детство оставить ребенку, как бы, и потому что может человек знать наизусть Евангелие, цитировать святых отцов и при этом не жить в церкви. Ну, и вот еще такая книжка есть, Диакон Ильик Кокина, вот, как раз для подростков. Человек, который занимался с подростками, вел какие-то с ними беседы, и сказал, что очень часто он приходил на беседу и понимал, что, ну, вот он преподавал какой-то предмет, да, и дети его слушать не будут, надо как-то их разбудить. Они все сошли в класс, но при этом, как бы, они есть, но их нет. Вот, и вот он говорит, что подростка интересует две темы. Вот это страх и любовь. То есть почему есть страх, как бы, почему вот одиночество есть, почему есть какие-то фобии, там, чего-то боится, чего-то, почему есть страх смерти, и что такое любовь. И вот как раз эта книжка, она вот для подростков. То есть страх возводит стены, а любовь строит мосты. Скажите, а все-таки вот как нам узнать православную литературу, потому что, да, не знаю, отличить вот псевдо-православную литературу от настоящей, потому что многие люди же могут, ну, не понимать, да, не разбираться в этом. Ну, тут несколько критериев есть. Вот книжке должен быть евангельский дух. То есть она должна человека подвигать, измениться. И если, как бы, этого нету, ну, то есть человек может писать книгу для себя. То есть такой вариант есть. То есть, не знаю, такие писатели, ну, в советское время, которые писали ради премии, там, да, то есть ради еще чего-то, вот какой-то награды, да. То есть раньше, например, книги вообще не подписывались. То есть человек там сдавал труд, как бы, и вот так он его распространял. И здесь важно, как бы, чтобы эта книга подвигла тебя измениться. Вот у вас в храме есть литературный, как, кружок, или как правильно называется, секция такая. Что это за кружок? Чем занимаетесь там? Мы стали у себя в храме проводить такие презентации. Вначале мы их приглашали, там какое-то время у нас было, то есть обсуждали советскую литературу. Там же тоже много таких христианских мыслей можно найти, потому что авторы все равно, как бы, копались, они с душой писали, как бы, а душа, она не может не сказать о Боге. И вот мы стали, как будто на это интересно, то есть тоже Высоцкого, тоже Шукшина читать, как бы, и находить моменты, в которых, как бы, говорится о Боге. И вот какие-то обсуждения книг классических в том числе, вот, ну и вот новинки, как бы, книг много, люди требуют, а что надо читать, как вот Вы первый вопрос задали, о чем поговорить, вот, и вот есть, есть о чем поговорить. Поэтому есть потребность, есть ответ, как бы, поэтому вот кружок, вот такой, ну, не то, что, как сказать, вот такое мероприятие, да, то есть когда мы обсуждаем какие-то книги, говорим о них. В прошлом году вот у нас было целое доклад о Федору Михайловичу Достоевскому как раз, то есть автор, который многих людей привел, то есть заставил задуматься, то есть если Бог есть, то, а если нет, то это, как бы, все позволено, да. И вот, как бы, такие моменты, как бы, книжку нужно обсуждать, иначе она может умереть. Вот, то есть, так вот. Спасибо Вам большое за беседу. Конечно, спасибо. Сегодня у нас в студии был дьякон Дионисий Выпов, клирик храма преподобного Серафима Саровского. Что еще интересного произошло в мире православия за прошедшую неделю, узнаем прямо сейчас. Сотрудники МЧС пришли в Спасо-Преображенский собор на свой духовный праздник. Они собрались на молебен в торжество иконы Богородицы «Неопалимая купина». Спасатели считают ее своей покровительницей. Настоятель собора рассказал сотрудникам МЧС и о смысле иконы. «Неопалимая купина» — это куст, который Моисей видел горевшим в огне, но не сгоравшим. Он является одним из ветхозаветных прообразов и указывал на Божию Матерь. До революции образ «Неопалимая купина» был едва ли не в каждом доме. Икона издревле считалась хранительницей жилища от пожаров. Между тем, на молебен в свой духовный праздник сотрудники МЧС приходят не первый год. Хабаровская епархия и спасатели сотрудничают давно. В 2022 году дружба была закреплена официальным соглашением. Его целью является совместная помощь населению в чрезвычайных ситуациях. Что такое хорошо и что такое плохо? Так будет называться смена детского православного лагеря «Друзья». Она пройдет в селе Бычиха на территории энергетика. Помимо образовательной программы, школьников ждут культурные и спортивные события, а также беседы о главном со священнослужителем. Смена начнется 30 октября. В ней смогут принять участие дети от 7 до 15 лет. В Краевой столице состоятся события, приуроченные к юбилею Петропавловского женского монастыря. В этом году единственной на Дальнем Востоке иноческой женской обители исполняется 20 лет. К дню рождения будет приурочена фото-выставка «Часовые родины». Она откроется в художественном музее 20 октября. Над экспозицией работал член Союза фотохудожников России Олег Семенов. Мастер из Владивостока получил благословение пожить и потрудиться некоторое время в обители. Также к юбилею Петропавловского монастыря будут изданы раскраска и книжка для детей. В издании рассказывается о жизни обители, его храмах, насельницах, паломниках. Над иллюстрациями книги и раскраски работает художник из Самары Анна Ниткачева. Эскизы и текст уже согласованы с монастырем. Выход в свет запланирован на октябрь. Это была программа «Слово веры». Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok